здравствуйте друзья я хотел рассказать о такой интересной фишке думаю что люди которые бизнесом может занимаются малым там не самым малым но вот им будет интересно часто спрашивают там про бизнес про деньги про кредитные карты как вот крутится вертится я вам расскажу такую историю где-то наверное годик назад там полтора нам по жизни надо было там к одному финансовому консультанту сходить там поговорить и работу некоторую должен был для нас сделать некоторую работу там несколько тысяч долларов там мы должны были мы заплатить ну грубо говоря там допустим условно там 4000 долларов и когда он работа эту сделал значит мы пришли там забирать то что надо забирать и даем ему карточку кредитную чтоб он значит с нее деньги взял а он так смотрит на нас играть нет ребята я у вас не могу карточку взять мы гомо чего он говорит дорого будет значит из карточек деньги брать ну и поскольку мы сами как как бизнес мы значит принимаем кредитные карты мы понимаем сколько это примерно стоит то есть мы вообще начали именно кредитки принимать когда начался онлайновый класс потому что в онлайновом классе там уже без этого никак нельзя люди далеко вот и мы уже были вынуждены завести значит такой же серьезный аккаунт с пейпелом не потому что они должны платить пейпелом а потому что пайпел кроме самого пейпел является агентом для кредиткартных компаний соответственно значит они могут принять любую кредитную карту вот если вы сегодня пришли бы там за что-то заплатить карточкой то вы заплатили бы через пейпел в портнов компьютерскую и пейпел в старом его варианте то есть что получается они сейчас отделяются от ибэ и становится как бы спин-офф называется они становятся как бы отдельные компании когда ты их ибэ и купил а сейчас как бы вот они так выходят и у ибэя была такая палисе что если у клиента там достаточно большой оборот то соответственно они берут с него поменьше процент за транзакцию и вот мы как раз были таким клиентам с достаточно большим оборотом из нас брали что-нибудь я так за точность там десяток не ручаюсь но типа там два и два процента вот транзакции вот заплатил человек значит там тысячу долларов да бах значит 22 доллара нету а если вот у нас студент платит 4 да вот который здесь на местности вот он 4 заплатил значит 88 долларов нету ну да а теперь они значит отпочковываются и прислали нам письмо ну всем прислали на не только нам что балл мы отпочковываясь рады вам сообщить что наши сервисы как бы растут в качестве количестве и в том удовольствии которые вы можете получить соответственно мы теперь будем брать да у нас теперь нет таких привилегированных значит там клиентов а есть вот со всех одно и то же и это одно и то же что-нибудь такое там уже 2 и 8 процента то есть как бы сказать дороговато получается знаете когда эти один человек там и лишняя пятерка там никто внимание обратит но когда это уже не пятерка там 4000 там это же 25 долларов допустим там 20 25 когда у тебя этих там студентов там сотни и так далее ты начинаешь соображать немножко что ну скажем так если бы все наши транзакции допустим были вот через кредитку то это было бы так хороших там тысяч на 50 в год там на 50 на 60 может быть я даже не знаю я так примерно баллы и вот значит как бы жалко денег мы сейчас ищем какую-то другую платежную систему то есть у нас в первую очередь есть банк в элсфарго с которым мы работаем и мы давнишние клиенты мы 25 лет назад приехали в сша вот скоро будет 22 ноября будет 25 лет как вы приехали и вот мы с тех пор на счет их клиенты со всеми нашими делами и корпоративные наши там деньги лежат и в общем все на свете ему же так наверное с ними месяц беседуем и там такую бумажку да и секую бумажку да и вот значит при всем нашем опыте и то что мы 20 лет в бизнесе это бы так далее так далее нас полощут как следует то есть нам еще не дали вот этого провала что честно сказать даже удивляет потому что все-таки у нас и оборотник неплохой там по сравнению с каким-нибудь там обычным так сказать бизнес-клиентом который у них есть там какая-то лавочка маленькая там где много транзакции каждая транзакция копеечная там тут 5 долларов там 10 я не знаю в общем что сказать то есть они с каждой нашей транзакции они больше денег получают чем с транзакции где-нибудь там в розничной торговли или там ресторане тем не менее вот так просто не получишь и мы теперь как бы вообще думаем что надо надо были раньше мы вообще не смотрели в эту сторону но мы теперь как бы говорим что если ты можешь заплатить чеком студентам то ты заплати лучше чеком вот такая у нас нынче политика и опять если это вопрос как бы удобства там и ну пожалуйста заплати карточкой не вопрос бывает у человека нет на счету денег но может карточкой заплатить о чем разговор еще интересного я хочу сказать когда мы только приехали опять же вот 25 лет назад тогда далеко не много народу имели кредитную карту это первое второе их с трудом давали знаете это было очень трудно получить кредитную карту когда мы только приехали вот новые мигранты делились на две категории такие у которых есть кредитная карта и такие у которых нет вот но бизнесы по тем временам а была рецессия и в общем считали копеечку очень серьезно бизнесы не имели права по закону закон запрещал бизнесу вот эти деньги которые берет кредитная карта перекладывать на клиента я помню как-то пошел покупать там пару микросхем там памяти для мы моей песнишки напротив там китайцы были и там я спрашиваю я позвонил я бы сколько стоит он там 28 долларов хорошо я прихожу и даю ему карточку год но если карточкой год он тогда вот там подсчитывает там еще там сверху то есть он хоть они хотели на меня это переложить я по закону не положено пытался и логически подойти они говорят это говорят не не дополнительный там чего-то они как-то это по-другому назвали мол это тип там чего-то то есть он хитрил и мне стало обидно я пошел в другое место и там купил в общем к чему рассказываю сейчас это стало значит отменили видно тут закон потому что сейчас сплошь и рядом ты куда-то приходишь они называют конвининс чардж конвининс вот тебе удобно платить карточкой вот тогда ты и заплати значит за то что у тебя удобства какие-то явные перемены произошли я не могу сказать что я слежу за законодательством это неправда но за практикой как бы совершение покупок я слежу и могу сказать что сейчас появилось достаточное количество мест где они перекладывают вот на на покупателям и мы этого делать не хотим подключить по всяком случае пока об этом речи нет это точно вот тем более что если у нас онлайновый класс так их вообще никак денег не возьмешь они все тут по всей стороне там и так далее вот так что просто я рассказываю о том чего в жизни происходит и какие вот такие у нас новости малого бизнеса ну не знаю если если нам удастся все это дело наладить с банком я не знаю с этим банком или с тем или с другим тут банков много в конце концов там это не единственный но наверное мы тогда останемся вот на уровне там этих комиссионных которые с нас берут там может быть как у нас было в пейпеле вот такая вот такая вот история друзья счастливо